Под Авдеевкой вчера и сегодня ночью россияне пошли во фронтальную большую атаку с огромным количеством техники, пытаясь захватить украинские позиции и прорвать украинский фронт. Как заявило украинское командование, спикер Объединенного пресс-центра силы обороны Таврического направления Александр Штупун заявил обновленную информацию, могу добавить, что наши защитники на Авдеевском направлении отразили все атаки врага и недопущенные потери рубежей и позиций. Перед этим Штупун сообщил, что россияне активизировались на Авдеевском направлении, атаки отбили в районах Керамика, Очеретина, Бердичев, Степнова, Ласточкиного, Тоненького, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Также оккупанты нанесли авиаудары возле Авдеевки с утра и по сей день периодически обстреливают гражданскую инфраструктуру Авдеевки и населенных пунктов Покровского района. Из ствольной артиллерии и РСЗО обстрелена Авдеевка. Это необычная атака россиян, это огромная, в смысле по масштабу. И сейчас я это подтвержду тем, чем я обычно подтверждаю цифрами потерь российских за последние сутки. 820 человек личного состава россиян уничтожено нашими силами обороны. 34 танка. Я не помню, когда такое было 34 танка. Может быть, когда-то в начале под Киевом, когда они точно так же колонны выступления идут сейчас огромными группами. Эти группы накрываются нашей артиллерией. 34 танка. 91 БМП. 91 боевая машина Пихота. Только представьте себе, что это такое по масштабу. 18 артиллерийских орудий. Артиллерийских орудий, как видите, меньше, потому что мы разбиваем наступающие силы противника, а не пытаемся прорвать его оборону. Одно средство ПВО, одна реактивная система залпового огня, 20 грузовых автомобилей и один самолет Су-25 сбит там же. Таким образом, в общей сложности это сколько получается? Ну так, на вскидку 21, 22, 40, 131, 165. 165 единиц тяжелой техники. Ну, это точно один из рекордов этой войны. Поэтому, действительно, жуткие, горячие бои идут на фронте сегодня. Держитесь, наши бойцы. Слава Украине, героям слава. Держитесь, наши герои. В результате обстрела в Сумской области убили россияне 13-летнюю девочку в селе Угроиды в Краснопольской гормане Сумской области. Так что продолжают они и мирное население убивать, в том числе детей. А теперь перенесусь в Израиль, в Кфар-Азу. Там тоже убили детей, 40 детей убитых в Кфар-Азе примерно. Ну да, впервые зашли силы обороны Израиля. И вчера, и я не знаю, может они зашли раньше, но вчера все это публиковалось, все эти кадры. В Израиле не принято публиковать фотографии, кадры, поэтому я буду очень осторожен в описании того, что происходило. Каждый, кто хочет, телеграм-каналы, смотрите сами. 200 убитых, при том, что население Кфар-Азе, это кибуз, небольшое поселение недалеко от границы с сектором Газа. Там всего проживало, судя по Википедии, 780 человек. 200 из них убиты. Вот вчера, когда я рассказывал историю супругов, которые спасли двух своих 10-месячных детей, это там же, в Кфар-Азе. 200 убитых из 780 жителей этого населенного пункта. 40 из них дети. В общем, я, наверное, знаете, я не буду сам говорить, я зачитаю то, что написали журналисты, чтобы не пытаться даже самобойтой описывать. Значит, корреспондент Fox News пишет. Представьте себе, imagine the worst things possible that can be done to humans. Представьте себе, это Трей Ингст, его зовут, корреспондент Fox News, который туда зашел физически. Представьте себе самое страшное, что могут вообще сделать с людьми. Хамас сделал все это с мирными жителями Израиля. Отрезанные головы детей. Люди сожжены заново, сожжены заживо в их домах. Женщины изнасилованы, и потом их таскали по улицам, их тела. Не отворачивайте головы, смотрите на все это, говорит он. Не отводите взгляд, говорит этот журналист. Больше я ничего описывать из этих картин не буду. Возможно, теперь, когда я это зачитал, вы понимаете, почему Анатолий Белый, которого я процитировал. Почему он сказал, типа, и вот он написал дословно, опять я его процитирую. Иностранные СМИ вошли в кибус к фараза. Теперь это наша гуча. Мы должны знать об этом. Распространяйте информацию о зверствах этих нелюдей. Не отворачивайте головы. Не отворачивайте головы. То, что мы наблюдали все в Киевской области, то, что мы наблюдали все в Херсоне после освобождения Херсона, теперь к фараза. Там же. Самое ужасное, что все это, понимаете, за полтора года. То есть, вот столько десятилетий в Европе, по крайней мере, в каком-то цивилизованном мире мы такого не наблюдали. Да, в Африке творились разные вещи, честно скажем. В Африке, в Нигерии, где исламские группировки бесчинствовали, многое бывало. Но такого не было в Украине, такого не было в Европе, такого не было в Израиле. И вот сейчас зло пришло сюда. Зло в виде россиян, зло в виде Хамаса, в виде исламских боевиков и российских убийц. Ну, кстати, еще одно такое мелочь, мелкое наблюдение. В поселениях, которые окружают сектор газа, в сараях были найдены трупы сотен мертвых коров, всего 400 коров. Их убивали боевики Хамаса. Просто проходя мимо, они стреляли в коров, убивали их пулями в голову. 400 коров. Узнаете, правда, почерк? Ну, то есть это бессмысленное убийство. Они не избирали себе мясо, они не чтобы их съесть убивали. Просто убивали коров. Это ровно то, что делали россияне по всей Киевской области и в Харьковской области. Помните эти жуткие сцены, когда изгоняли россиян, когда их разбили под Киевом, разбили под Харьковом. И трупы коров, лежащие в полях, расстрелянных коров, других домашних животных, лошадей, которых они расстреливали или сжигали заживо в конюшнях под Киевом. Такое ощущение, что этих хамасовцев все-таки учили россияне все это делать. Не оставляет меня это чувство, хоть меня все и уверяют, что нет, что только Иран учал хамаса, а не россияне. Но столько общего, это ужасно совершенно. Ну, возвращаясь к Салливану тогда, возвращаясь все-таки к Салливану. Да, Салливан сказал, что сможет помочь Америка и Украине, и Израилю. Действительно, нам не справиться без этой помощи. Это правда, по крайней мере, Украине точно не справиться. Да и Израилю отразить атаки с воздуха очень сложно было бы без американских ракет. Ах, господи, да. И вот сегодня все это пришло в движение, вся эта помощь. По крайней мере, что касается Украины, помощь начала приходить. Германия объявила об огромном новом пакете военной помощи Украине. Один миллиард евро. До этого был, кстати, один пакет побольше, но все равно миллиард евро это очень много для одной страны. Согласно заявлению Министерства обороны Германии, в него войдут необходимые для защиты критической инфраструктуры, системы ПВО, а также зенитной установки ГЕПАРД. Итак, в пакет входит. Зенитно-ракетный комплекс Патриот. Да, новый ракетный комплекс Патриот. Да, с РЛС, с командным пунктом и 8 пусковых установок и 30 зенитно-ракетных комплексов. Ой, 60 зенитно-ракетных комплексов. То есть, нет, зенитных управляемых ракетных, 60. В общем, еще один Патриот к нам приезжает. Мы знали до сих пор про три Патриота, которые у нас немецкий, нидерландский, американский. Вот появляется как минимум четвертый. Может быть, еще какие-то поставлялись, но, по крайней мере, нигде публикации не было об этом. Мы не знаем. А это значит, что если приедет такой еще один комплекс, это значит, что еще один город Украины сможет быть защищен от тех ракет, от которых сегодня невозможно защититься по-другому без Патриота. Будет защищен еще один город Украины, не знаю какой, не знаю, где это будет происходить. Он будет защищен от гиперзвуковых ракет, кинжал, и будет защищен от булистических ракет, такие как С-300 и такие, как Искандер. Мы видим, что только этим мы можем это сбивать. Дальше. Зенитно-ракетный комплекс «Аэрис-Т», еще один зенитно-ракетный комплекс «Аэрис-Т», нам немного другого типа. Ракеты для этих комплексов. 10 танков «Леопард-1А5», 3 установки «Гепард», 15 бронемашин, 20 защищенных санитарных машин и боеприпасов 155 мм. Например, одновременно США сегодня уже объявили о своем пакете на 200 миллионов долларов, объявил об этом Остин на встречах, о которых мы еще будем говорить ниже, встреча министров обороны стран Рамштайна, который проходит сегодня в Брюсселе, по-моему, да. И в этом новом пакете управляемые снаряды, боеприпасы для «Хаймарс» и ракеты «Аэм-9». Британия сегодня же объявила о пакете на сумму 115 миллионов евро. «Гранд Шнапс» объявил 100 миллионов фунтов, то есть 115 миллионов евро. В новый пакет входят средства для разминирования, обслуживания техники, укрепления обороны для защиты ключевых объектов украинской инфраструктуры. Продолжение следует...